Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Убеждали своих знакомых оформить на себя рассрочки на телефоны, компьютеры, мебель и ювелирку, а затем исчезали. В Гомеле завершено расследование дела о массовом мошенничестве. В числе обманутых десятки ИП по всей стране. Общий ущерб превысил 110 тысяч рублей. По информации управления Следственного комитета региона обвиняемых 6 человек. Все они жители Калинковичского района. Полученные ценности мужчины продавали, а деньги присваивали. В ходе предварительного следствия значительная часть похищенного была возвращена владельцам. Суд Ветковского района вынес приговор грабителям, которые в деревне Светиловичи напали на пенсионерку в ее доме. До суда женщина не дожила. Она провела в доме при температуре 7 градусов тепла ночь, пока ее не нашла соседка. На скамье подсудимых оказались 4 человека, трое мужчин и одна женщина. По версии следствия, они проникли в дом пожилой сельчанки, избили ее, угрожая дальнейшей расправой, забрали все деньги. Чтобы замести следы и скрыться, уехали за пределы страны. Двое обвиняемых признаны виновными в разбое, совершенном с проникновением жилища, группой лиц и на основании части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К каждому из них назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Еще двое признаны виновными в пособничестве и приговорены к 2 и 2,5 годам лишения свободы. Три месяца за кражу авто слишком мало, именно так посчитали в Гомельской прокуратуре. Как оказалось, свои 26 лет молодой человек уже отсидел за угон, уклонение от отбывания наказания и трижды за кражу. Очередное преступление было совершено сразу после освобождения. Парень камнем разбил стекло при паркованной легковушке, завел машину и уехал. Пьяного и без документов его задержали инспекторы. По приговору суда ему было назначено наказание в виде трех месяцев ареста. Не согласившись с данным приговором, прокуратура города Гомеля принесла апелляционный протест на предмет его изменения по мотивам мягкости назначенного наказания. Данный протест удовлетворен и приговор суда центрального района изменен. В итоге вместо трех месяцев ареста угонщик получил два года в колонии. Пожарные, медики и милиция проверили готовность водителей Гомеля уступать дорогу спецтранспорту. Машины с включенными сиренами и проблесковыми маячками проехали по нескольким улицам города. Без нарушителей не обошлось. В отношении 13 водителей, которые нарушили правила дорожного движения в части предоставления преимущества автомобилям оперативного назначения, были составлены административные протоколы. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 18.14, часть 9, которая влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления сроком на один год, либо без лишения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok